Музыка Здравствуйте, я Александр Лифанов, мне 23 года. Я мастер спорта международного класса по современному пятибори. Музыка Живу в Самаре с 5 лет, переехал из города Мегион. До 5 лет мы жили там, и у меня были проблемы со здоровьем, я заболел там астмой. Мы изначально родственники у меня из Самары, а я уехал в Мегион вместе с отцом. Он перевез отец в мать, меня, моего младшего брата уже, чтобы зарабатывать деньги там. Из-за проблем со здоровьем я уехал обратно домой, и няня первое время, пока мама работала, помогала, забирала нас в бассейн. Я еще занимался борьбой. Мы вместе с братом ходили. Это не самый первый спорт, в котором мы занимались. Также мы с братом все начинали, это было, это гимнастика была спортивная. Ну, результаты больше у моего брата были, он прям неплохо на шпагат садился. У меня с растяжкой всегда было не очень. Спортивная гимнастика вообще не было. Что-то я там научился, какие-то фляки, может делать там подъем-переворот, на брусьях, на кольцах что-то. Но особо серьезного результатов не было, пришлось уйти. И как-то потом пошли мы на футбол. На футбол мы прозанимались один день с братом. И вот следующий вид спорта как раз был плавание. Одновременно мы занимались борьбой и шахматами. Приходишь после этих тренировок, сделали уроки, и все, ложишься спать. И на самом деле тогда как-то не замечали все эти сложности. Сейчас я понимаю, я не знаю, как в таком ритме бешеный, еще маленький был, как этим занимался. Но вот как дальше сложилась спортивная жизнь, пришлось выбирать. Тренер сказал, борьба и плавание – несовместимые вещи. А я тогда еще не понимал, что занимаюсь плаванием, а дальше перейдет в пятиборье. Как раз нас набирали в плавню в группу в «Нептуне» на базе современного пятиборья школы. Если уже будут результаты, дальше зачисляют в школу Олимпийского резерва. Я, в принципе, ребенок был больной, как я уже сказал, приехал с севера. У меня была астма. И плавание мне больше помогало, вытягивало. И у меня как раз закончилась эта астма, когда занимался плаванием. Искали выбирать. Но мама у меня сразу, мы тогда особо с братом не убирали, нам как бы куда идти, нам показывают, мы туда и бежали. Все, грубо говоря, осталось плавание. Начал добавляться бег. Поначалу не было такого, что ты идешь тренироваться, а было ощущение, как будто просто посмеяться. Нравилось просто, друзья были, месяц день рождения праздновать, больше прикола, какие-то шутки. Вот так вот проходило, это, наверное, лет пять, да. Шесть лет проходило, пока они начались с тренами по двоеборью. И как-то, знаете, уже начали тренироваться более серьезно. И как-то спустя шесть лет, ну, вроде еще школа самая важная на первом месте. Даже я уже в одиннадцатом классе выиграл лично Европу, мир был второй на юношеских соревнованиях. И для меня учеба была на первом месте тогда. Эта учеба, вот спорт начал меня уже пообретать. Самое важное занятие жизни уже после того, как поступил в университет. Спустя шесть лет первый раз стал призером областных соревнований. Тогда мы ощутили себя гордостью, вот это самая большая гордость была. Потом уже после совластных соревнований я попал в первый раз в сборную Самарской области, поехал на российские старты. Я на них стал пятый, второй и шестой, по-моему. Это был очень, это был колоссальный успех. И как в какой-то момент, мне тогда говорят, не поймай звездную болезнь. На следующий год у меня началось уже, началось трейборь, стрельбу добавили. Тогда первый раз можно было попасть в сборную на чемпионат Европы. Я не попал. Я был 11-12, но среди, это тому, что был старший год. Но как-то все равно, я стремился, начал уже серьезно тренироваться, учился, очень серьезно тренировался. Ну и родители видели тоже перспективу, но они считали, что это все не серьезно спорт, что ты не сможешь этим зарабатывать себе на хлеб. А я как-то, ну прям очень хотелось. А у меня был там еще такой характер, что я очень, на пролом я иду, и у меня как бы свое мнение есть, а чужое не прислужит даже родители. А потом, потом скажу, да, я был неправ. Но сначала скажу, нет, я должен сделать, как я считаю нужно. Если я считал, что спорт мне принесет что-то в жизни, я достану человеку, я смогу зарабатывать этим. Это будет мой, моей работой будет в дальнейшем. И вот на следующий год я попадаю в сборную, и тогда пошли какие-то деньги, я там получал 7,5 тысяч рублей. И я прям очень гордился собой, что я могу, это был 9 класс, что в 9 классе зарабатывать деньги. Но родители тоже считали, нет, в этом спорте надо быть либо первым только, либо не быть. Все это более-менее поменялось, только когда выиграл юношеские олимпийские игры на следующий год. Так получилось, что пошел прям очень сильный подъем у меня в фехтовании, в беге. Выиграл первую Россию, вторую. Второй стал на третьей России. Потом выиграл Кубок Европы. Второй стал на Мире лично, Европу. И выиграл международный турнир. Новиков был в Питере. Даню Гловаски из Москвы меня все время обгонял. И я закончил год вторым по 96-му году. Он был первый. Он меня обогнал на Спартакиаде как раз по нашему году. Он стал первым, а второй в Самаре она была. А он меня прям как на комбайне бегом догнал. Хотя я стрелял тоже хорошо. И догнал, обогнал. И отец сказал, ну если он тебя так обгоняет, то тебе, наверное, смысла дальше нет заниматься. У тебя не будет вообще никаких достижений, если тебя так вот москвичи обгоняют. А там дальше ты пойдешь во взрослый спорт. Там у тебя из России все будут там и Лисун, и Фролов, и Корякин. Критику не люблю. И расстроился, что родители не то, что за меня не радовались, а то, что они понимали прекрасную ситуацию, что я не смогу быть первым номером на тот момент. Следующий год для меня оказался переломным в плане выбора дальнейшей судьбы. Становиться спортсменом или учиться. Из-за того, что у меня уже появился опыт. Первый год мой был первый в юношеском спорте с фехтованием. У меня фехтование не особо шло. Но следующий год я начал вообще с фантастических результатов именно фехтования. Это произошло, скорее всего, из-за того, что я заматерел, уже опыт был. Соперники, которые были, у них не было такого опыта, они не уступали на европейских мерсионалях. Я просто в одну калитку выиграл. Все везде фехтование, везде, кроме чемпионата мира. Весь год я был на всех стартах в тройке. Это вообще год просто для меня был, наверное, самый лучший. Первый год четырехборский, тринадцатый был. Я тогда первый раз, вообще первый год, когда я вступал в фехтование. Я вообще не разбирался, как держать шпагу, какой должен быть пистолет, что с ней делать. Я был просто леворукий, из-за этого наносил половину уколов. А леворукий, на самом деле, фехтование, это не очень удобно. Возможно, именно в пятиборском фехтовании левши не особо удобны. Преимущества моей левой руки я начал понимать только в следующем году. И как раз, когда я его понял, понял, что людям неудобно со мной фехтовать, что я очень агрессивно могу фехтовать на этой руке, они не знают, что со мной делать. Как раз из Самары уехали очень многие сильные спортсмены. Сергей Карякин, который впоследствии стал чемпионом мира. Максим Кузнецов, Семен Бурцев, все они представляли Самарскую область. Были в сборной, в обойме. Остался один Илья Фролов. Я не могу сказать, что меня это сильно давило, я тогда не сильно разбирался со взрослым, смену пятиборья, что и как, деньги там, как делится. Он приходил, когда на тренировку по стрельбе к нам, мы такие малыши стоим, насколько мне было тогда лет 15-16, ему уже 28 было. Он стоит стрелять, мы просто не можем стрелять, мы стоим с открытыми ротами, смотрим, как это вот взрослый пятиборец. А тогда никого не было взрослым в Самаре. Он остался один, вот такой вообще никого не было. Хочу сказать, что Илья Фролов человек очень, он очень жаждет успеха и вообще не терпит никаких поражений, хотя в спорте терпеть поражения, то надо уметь. И как раз первая встреча у нас на хитовании была, когда мне было 15-16 лет. Но он вообще не воспринимал как соперника, я тогда этого не понимал. А тогда я пришел и выиграл Илью, я помню. И как он расстраивался, мне прям очень сильно, ну, душа до сих пор запала, я это помню. Как он ругался там, ну, вообще не терпит поражения. И тогда я прям сильно расстроился. Ну, Илья для меня тогда был как кумир, а человек чувствует там, ну, не ругает меня то, что я его колю. И я думаю, да, Илья. Я выигрываю там своего кумира, я думаю, ничего себе, сравни, как, не знаю, сейчас бы я выиграл Олимпийские игры тогда. Я этого вообще не понимал. И чем старше мы становились, уже не такая реакция, он понимал, что я уже что-то умею. И сейчас уже мы сталкиваемся очень часто там на соревнованиях. И там, грубо говоря, сколько чемпионатов в России, сколько международных стартов. Там 10 раз в год мы точно фехтуем, мы можем прийти на тренировку, мы понимаем, что мы сейчас, допустим, в Самарской области там 2-3 лучших фехтовальщики в Пятиборе, и что мы можем всю тренировку только двоем с ним фехтовать, и нас будет пользоваться от этого опыт. Меня тренирует бригада тренеров во главе с Планкиным Михаилом Ивановичем, личный тренер мой. Он мой, как бы можно сказать, и менеджер, и личный тренер по всем видам, на всех сборах, на всех соревнованиях он со мной присутствует. В Самаре у меня есть тренер по плаванию, по коню, по фехтованию. По плаванию это Кузнецова Инна Леонидовна, по коню это Пануа Светлана Викторовна. И по фехтованию это Захаревич Валерий Владимирович. Большие, очень специалисты, специалисты большой буквы. Большую часть года я сижу в Москве на сборах, отправляю в мере сборной команды. И бывает, что виды падают, потому что дома я, можно сказать, делаю все, что они попросят, даже не задумываюсь иногда. Просто уверен в том, что они мне плохого не сделают. И результаты бывают намного лучше, чем когда приезжаю на сбор, потренируюсь какое-то время не дома. Я учусь на пятом курсе технического университета, сам ГТУ. И в этом году у меня диплом. Сейчас у меня уже преддипломная практика в декабре, госэкзамены. В конце января получаю диплом. Я учусь на нефтетехнологическом факультете, специалист физические процессы горного и нефтегазового производства. Очень мне помогают на физкафедре люди, потому что учиться действительно тяжело, когда ты постоянно проводишь время на сборе. За меня очень много просят в плане сдать задание, чтобы я это сдал, передал как-то. И очень идут навстречу, лояльно относятся ко мне. Они считают... Я вообще был студентом года в сам ГТУ. Я не выкидываю вариант тем, что я могу работать по этой специальности. Но душа у меня лежит к спорту. Я уже намного больше разбираюсь в спорте. Я считаю себя почти... Ну, нельзя считать себя профессионалом, но я что-то очень много очень знаю. Я не считаю эту работу как смысл жизни. У меня к этому лежит душа, я этим живу. Я не могу представить свою жизнь как наркотик стал. Я не могу представить свою жизнь без спорта, без тренировок. Спорт для меня сейчас это постоянное развитие. Постоянно знаю, что я развиваюсь, становлюсь лучше. Я не могу без этого. Я не могу представить, что прихожу каждый день в офис, делаю рутинную работу и все, мне лишь боюсь сделать. А от спорта я получаю удовольствие. Я знаю, что я становлюсь лучше как личность, как человек, я что-то узнаю. Я очень надеюсь, что после спорта я найду себя либо в тренерской должности, либо в менеджерской области, в пятиборье, в министерстве спорта. Я не знаю, где угодно, но что это будет связано со спортом. Конечно, когда я выиграл Юношеские Олимпийские игры, мое мировоззрение поменялось о стартах. Юношеские Олимпийские игры – это просто был какой-то праздник. Когда ты приходишь в столовую, и там спортсмены со всего мира, три тысячи человек вместе с тренерами, везде приезжают олимпийские чемпионы, взрослые, дают мастер-классы, и вообще все это как отдельный город, как отдельная страна для спортсменов выглядит. Это, конечно, другой уровень. А после того старта, конечно, самым главным мечтой у меня было – это Олимпийские игры. Не просто так на них поехать, а естественно, если ты едешь на Олимпийские игры, не стать участником, а выиграть Олимпийские игры. И, естественно, самая моя большая задача, ну, цель, мечта в жизни, прям мечта – это выиграть. Но чтобы мечта стала явью, это надо, чтобы была целью. Поэтому для меня это цель. И я очень надеюсь, уверю в себя, что следующий год так и получится. Я сделаю все возможное. Ну, как бы вообще мечта не только, чтобы выиграть одну Олимпийскую медаль. Я вижу Андрей Моисеев, главный тренер сбора нашей страны. Он двукратный Олимпийский чемпион. Что это реально. Я вообще мечтаю не то, чтобы выиграть Олимпиаду 2-3. Хочу, чтобы меня запомнили в этом спорте. Выиграть мир, Европу, чтобы люди потом не говорили, вот он случайно выиграл Олимпийские игры. Бывает такое. Бывали люди, которые выиграли чемпионат мира в своей жизни один раз. Это было случайно. Я хочу, чтобы люди реально потом говорили, да, он был очень сильный пятиборец. Как ты хочешь оставить след? Если я уже посвятил этому спорту свою жизнь, оставить след в истории этого спорта. Как меня даже бывает сейчас спрашивают, говорят, блин, а как ты фехтуешь? Какая у тебя шпага? Я вижу, но мне действительно доставляет эта гордость, что люди думают, что я из-за шпаги так хорошо фехтуть неся. Они, ну, хотят узнать. Они смотрят, как я тренируюсь. Я видел, как люди записывают, как я тренируюсь. И уже это очень приятно. Когда люди себя обсуждают. И знаете, вот сейчас приезжали на Кубок Кремля, и дети подходят с тобой фотографироваться. И ты, ну, такое приятное чувствуешь, что для кого-то ты можешь быть примером. И хочется действительно стать мастером в этом деле, профессионалом, чтобы с тебя могли брать пример. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok